МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Череда пожаров в Рыбинске. Горел завод асфальтовых катков, частный дом, ферма с коровами и овцами. Р-21 блин, а Ярославская, главная масленица страны, узнали более чем сотни государств благодаря сеансам радиосвязи. Ведро теста каждый день. В Казанском женском монастыре блинный ажиотаж. В преддверии длинного поста румяная бесконечность уходит в лед. И сегодня профессиональный день у архивариусов. В музеях они тоже есть. Съемочная группа городского телеканала побывала сегодня в таком необычном месте. Ярославль, половина десятого. В студии Илья Барабанов. Здравствуйте. Расскажу о главном. Это прямой эфир из Вознесенских казарм. И начну с титульной новости дня. Сегодня в Рыбинске горел завод асфальтовых катков. Пожар произошел в комнате отдыха цеха узлов и деталей на улице Труда. Здание одноэтажное 150 на 200 метров. Пожарные сработали оперативно. Не дали огню распространиться, хотя угроза была. Задымление в ангаре еще долго ощущалось. Пострадавших нет. Полсотни работников эвакуировались самостоятельно. К тушению пожара привлекали 39 человек и 11 единиц техники. Еще один пожар в Рыбинске произошел в частном доме. В его половине проживали пятеро. Никто не пострадал за помощью в местную администрацию, пока не вращались, хотя дом сгорел. Проведена повторная проверка воздуха после пожара на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева. Ее результаты озвучили сегодня в областном департаменте охраны окружающей среды. Превышение вредных веществ вокруг предприятия и на производстве не установлено. Я напомню вам, 6 марта на НПЗ горели два резервуара с мазутом площадью по сотне квадратов каждый. Огонь ликвидировали сотрудники МЧС, после чего была инициирована проверка. Тогда фиксировалось превышение допустимой концентрации диоксида азота из-за горения нефтепродуктов. Как заверили в департаменте, вещество быстро выветривается. По другим опасным элементам превышение не установлено. В реке Печи, где нефтеразливов также не выявлено, на месте ЧП несколько дней работали специалисты. Вчера предприятие приостанавливало работу для мониторинга воздуха. Последние результаты переданы в Роспотребнадзор. Теперь займутся мониторингом окружающей среды. Как пояснили на НПЗ, основное производство не затронуто. Работа сегодня вернулась в штатный режим. Первый отбывает срок во Владимирской колонии. Пятерых будут судить. Завершено расследование уголовного дела в отношении группы черных риэлторов. Это местные жители от 34 до 55 лет. Обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса. Мошенничество в крупном размере, лишение права на жилище, похищение человека – заведомо ложные показания свидетеля в суде. Действовала группа 10 лет. Согласно материалам дела, обвиняемые по поддельным доверенностям лишали квартир одиноких. На удочку попадались пенсионеры, социально незащищенные, инвалиды. Некоторые продолжали жить в своих квартирах, не подозревая о том, что не имеют права на свое имущество. О незаконных действиях стало известно от человека, которого, по версии следствия, похитили и незаконно удерживали в частном доме Заволжского района, чтобы продал свое жилье. Ярославец сбежал и обратился к правоохранителям. В деле 25 потерпевших сумма ущерба более 45 миллионов рублей. Первый из банды сотрудничал со следствием, дал показания и на подельников. Ему в августе назначили 4,5 года. Остальным грозят большие сроки – до 10 лет. Теперь к другим информационным повесткам среды. 330 километров дорожного полотна отремонтируют в Ярославской области в текущем году. Об этом сегодня заявил губернатор Дмитрий Миронов на заседании регионального правительства. Всего на ремонт и строительство магистрали выделено свыше 9,5 миллиардов рублей. 5,5 из них на реализацию надпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ярославле досталось 880 миллионов. К работам на одном объекте приступили. Это проспект машиностроителей. Подрядчик устанавливает ливневый коллектор на втором участке Заволжской артерии. Основной фронт начнется позже. Ремонт дорог для нас является приоритетной задачей. В 2021 году в Ярославле приведем в нормативное состояние 18 объектов протяженностью более 25 километров. Сейчас проходят конкурсные процедуры и при наступлении благоприятных погодных условий подрядные организации приступят к началу работ. Всего в области по нацпроекту планируют работы на 57 объектах. Контракты заключены на 26 из них. По результатам проведенных торгов образовалась экономия, рассказал директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. Поэтому плюс 7 километров нового асфальта. Появится он и на улице Дядьковской в Ярославле. Глава региона отметил, при проведении работ необходимо обратить особое внимание на пешеходный переход, ограждение, тротуары, нанесение качественной дорожной разметки. Надо ремонтировать дороги так, чтобы они служили гарантированно, чтобы они обслуживались, чтобы они были соответствующим образом освещены, оборудованы и так далее. Поэтому я бы попросил вас, уважаемые коллеги, учитывать мнение глав муниципальных районов при формировании плана задания на предстоящий год. На Московском проспекте меняют светильники. Работы ведутся в рамках энергосервисного контракта, который мэр Владимир Волков заключил с крупной компанией региона в этом году. Планируется изменить более 27,5 тысяч ламповых светильников на новые светодиодные и энергосберегающие. Полностью поменяли их на магистральный, городском Валу, Титова, проспекте Фронт за республиканском проезде Юг-Томского. Ряде других также работы ведутся ежедневно. Задействованы 23 бригады. На замену каждого фонаря уходит четверть часа. Сегодня работы проводятся на Московском проспекте, проспект Толбухина, Ленинградский проспект. На сегодняшнюю дату было заменено порядка 1700 светильников. Работы как бы продолжаются. В Дзержинском районе дворы убирают с помощью ледоруба. Так называется агрегат, который как барана вскрывает поверхность снежного панциря, сковавшего дороги. Управляющая компания располагает двумя единицами такой техники. Их направляют самые сложные места в течение дня. Тракторы с противолетной подвеской колесят по адресам, которые указывают мастера участков. Припаркованные во дворах машины создают самые большие помехи. Поэтому антилидовые рейсы стараются проводить днем. Пока все на работе. Обязательно у нас работают на дворах не только дворники, но и мастера, которые понимают и расставляют приоритеты. Практически за каждым сегментом района закреплена определенная техника. И проводятся работы у нас ежедневно. О Ярославской главной масленице страны узнали более чем сотни государств по радиоволнам. Сегодня впервые в истории праздника состоялся сеанс связи. Мои коллеги узнали, какими еще масленичными событиями отмечен этот день. Посуда от мистера Сковородкина поднимет ваши кулинарные возможности на новый уровень. Широкий ассортимент и цветовая палитра. Мистер Сковородкин. Посуда для тех, кто любит заботу. Радио 21. Блин. Всем прием. Необычный озорной позывной облетел по радиоволнам весь мир. Он состоит из букв и цифр, как номер машины. Чем позывной интереснее, тем больше вероятность, что на сигнал ответят. Союз радиолюбителей провел сеанс связи прямо из резиденции государыни-масленицы. Оповестив всех, кто поймает сигнал, что в Ярославле главная масленица страны в самом разгаре. В самом центре города сложная обстановка с радиосигналами. Да и сигнал из дальних регионов нечеткий. Обывателю сложно различить, что говорят на другом конце. Но у профессионалов чуткие уши. Это Юрий из Самары. Он пожелал всего самого доброго. Дал оценку сигнала нашей радиостанции. За время выхода в эфир удалось поймать в ответ более четырех сотен сигналов со всего мира. На связь вышла даже Новая Зеландия. Мы обмениваемся именами, местами, откуда мы связались, и качеством услышанного сигнала. Несем информацию о нашей масленице в мир. Всем хорошего настроения, всем родолюбительным. Кто меня слышал, отвечайте. В таком необычном формате мы первый раз надеемся, что это станет доброй традицией выходить в такие дни в эфир, рассказывать про то, что происходит в нашем регионе. Всех, с кем установили связь, фиксируют в журнал. Им отправят фирменные памятные открытки. А сувениры на память сегодня делали в Туристском информационном центре. Здесь день открытых дверей с масленичной программой. Мы готовы принять не только гостей города, мы готовы принять и жителей города. Мастер-классы проводим для деток, для жителей Ярославля, которые вечером, допустим, сами пошли погулять. На улице холодно, пожалуйста, приходите к нам на мастер-класс, приводите ребенка, сами отдыхайте. Дети провожали зиму играми на улице и научились расписывать пряники. Каждый забрал с собой имбирного человечка или снежинку. А по соседству студентов педагогического университета знакомили с традициями не только русской, но и французской масленицы на иностранном языке. Гости из Пуатье в этот раз не приехали. Общение с ними дистанционно. Пока граница закрыта, все наши друзья остаются пока дома, но мы созваниваемся, будет видеосвязь, обязательно друг друга поздравим с масленицей. И если говорили студенты на французском, писали потом по-русски. На мастер-классе по каллиграфии участники не только научились основам красивого письма, но и смогли сделать масленичную открытку. Поучаствовали и туристы. Я очень люблю пробовать что-то новое. Постоянно себя раскрываю в разных областях. И мы с удовольствием, тем более это бесплатно, интересно, что-то, ну, и мы пришли. Сегодня третий день масленицы. Лакомка. Завтра широкий четверг. Или разгуляй. И для ярославцев уже подготовлены новые программы и развлечения. Екатерина Сысоева, Максим Сушанов. Новости города. В Казанском женском монастыре Ярославля очередной ежегодный рекорд. В масленичной с понедельника по воскресенье блины здесь идут в лед. Румяный символ бесконечности. Авторитет среди выпечки накануне 48-дневного великого поста у православных. К блинам яйца, творог, сметана. То, что почти полное семь седмиц, постящимся, увы, нельзя. Великий без блинов, конечно, тоже не обходится, но специальных, постных, минеральная вода, мука, растительное масло, соль, сахар. Тем не менее, пока на монастырской кухне Казанского все шкварчит по другому поводу. В этом сегодня я убедился и мой коллега, оператор Михаил Орлов. От блинов к соусу и обратно. Сегодня он на расхват. От конфорки к конфорке. И в таком музыкальном «Аллегро» выпускник 21-го колледжа Максим Круглов с начала масленичной недели. «Бесконечность» зовет. С творогом, яйцом, сметаной, вареньем, медом. На монастырскую кухню пришел год назад. Остался. Сюда пришел с Божьей помощью. Сходил в храм, то есть искал работу, нуждался в работе. И вот помолился и пришел сюда. То есть казанской иконе. С помолиться здесь начинается каждое утро. Благословение настоятельницы, окропление святой водой. Добрую традицию стараются соблюдать. Так и дело спорится. В семье Татьяны Медибаевой в фаворитах блины с печенью. Сама же старшая по трапезе дорожит другим вкусом. В детстве у нас мама, когда пекла блины, всегда ставили кружку со сливочным маслом, разогревала. Мы вот так вот ждали со сковородки, когда блинчик будет, макали. Я до сих пор люблю вот именно с маслом блины. На днях в Ярославле вспоминали архиепископа Михея 100 лет с рождения. Им освящены кресты, венчающие купола Казанского собора и Сретенского храма. В августе 98-го он передал в обитель список с чудотворного образа казанской иконы. В Казанском он жил какое-то время, уйдя на покой. В Казанском же – небольшой архиерейский музей. Знающие рассказывают, сам владыка любил блины с гречневым припеком. И редких рецептов на местной монастырской кухне достаточно. Например, затеруха. Я родом с Алтаря, у нас это очень распространено было. Вот, то есть, это меня кормила моя мама, ее кормила ее мама. Яйца, мука. Просто берешь, например, большое количество муки, там пару яиц, и вот так вот меж пальцами перетираешь в крупу. Она получается чуть крупнее риса. Поджарили на сковородочке, подсушили. И в молоко. Получается шикарная каша. Рабочее утро начинается в 6 часов. Ходовой салат – селедка под шубой. Из первых блюд в топе – борщ и гороховый. Из вторых – запеченный картофель и рыбные котлеты. Морозковская – нам что мясо, что рыба. За все спасибо. Монастырская – неактуальная. Мясу нет, рыбе – да, без исключений. Ну, вообще-то нравится рыба. Ну, треска, например, жареная с луком, сверху сыром. Посыпанная и запеченная. То есть, чтобы сыр расплавился. Вот, любимое блюдо. Блины здесь пекут 4 года подряд. Как только появилась трапезная. Румяный максимум – на масленицу. Ведро теста ежедневно. В Казанском монастыре к прощенному воскресенью испекут рекордное количество блинов. Их смогут попробовать все верующие, которые посетят женскую обитель до наступления Великого Поста. Как известно, он начинается сразу после финала масленицы. Поэтому сейчас на монастырской кухне все кипит, шкварчит и запекается. Сегодня профессиональный праздник отмечают служители архивного дела. Дата установлена решением коллегии профильной федеральной службы в 2003-м. В этот день, в 1720-м, Петр Великий подписал первый в России государственный акт и генеральный регламент или устав. Этим распоряжением введена должность архивариуса. Моя коллега Марина Асмарагдова рассказывает. По ступеням белоснежной лестницы Ирина Котова каждый день следует в свое королевство, где мыслям тесно, делам просторно. В каждой папке свой уединенный творческий мир. Ведь Ирина Николаевна – хранитель научного архива художественного музея. В этом году исполняется 35 лет, как в музей начали поступать вещи из собрания петербуржца Виктора Ашика, коллекционера в трех поколениях. Прибыл с берегов Невы и семейный архив собирателей. Вещи около 20 тысяч передавали 5 лет. Рекорд для книги Гиннеса. Один из документов можно считать самым древним собранием – 1799 год. Фонды художников представлены ярославскими художниками в основном. Это, пожалуйста, фонд Валентина Николаевича Леонтьева, Семена Петровича Горячего, Александра Константиновича Шиндыкова. Александр Шиндыков был не просто живописцем. Он стал для Ярославля и летописцем. Изображая город, он невольно запечатлел то, чего уже нет в реальности. А картины стали классикой 20 века. Здесь собраны фотографии 30-х, 40-х, 50-х годов и представляют жизнь ярославских художников этого периода. Вот, пожалуйста, здесь художники на Волгострое. Наследники передали в музей и альбом Шиндыкова на фото «Поток художественной жизни Ярославля в лицах». Шиндыков был знаменитостью в фондах «Большое количество почетных грамот художника». Это отдельная тема для исследователей. Документы и воспоминания, между тем, не лежат мертвым грузом. Они приходят ярославцам уже в книжном обличье. Накануне столетия ярославский художественный выпустил второй том сборника документов и воспоминаний. Он стал отличным обрамлением для экспозиционной работы. Книги отзывов – это тоже исторические источники. В музее они бережно хранятся. Что же мы читаем? Отзывы от гостей из Тамбова, Минска, Москвы, Архангельска, Зеленограда. Что они пишут? Большое спасибо хранителям вечного и доброго. Марина Смарагдова, Василий Мосин. Новости города. Сегодня ярославцы простились с народной артисткой России Татьяной Ивановой. Полвека она служила театру на сцене первого русского. Калейдоскоп образов велик. Ею давалось воплотить и героинь античных трагедий наших современец. Иванова окончила Ярославское театральное училище. Получила профессию от великих Фирса Шишигина и Лидии Макаровой. Снималась в кино. На картине Геннадия Палоки судьба свела ее с Анатолием Папановым. Талант проявился и на телевидении. В 90-е Татьяна Иванова была ведущей программы «Канал воспоминания» на городском. Ярославцы видели актрису в сотне ролей. Всегда блистательную, по-человечески понятную и актерски недосягаемую. До последних дней была полна творческих планов. В начале февраля в театре состоялся ее бенефис, посвященный 50-летию сценической деятельности. Иванова репетировала главную роль Эммы в спектакле «На краю земли». Премьера должна была состояться в день театра 27 марта. В Ярославле каждому ТОСу присвоят статус юридического лица. Эту идею сегодня озвучили на круглом столе в мэрии участники-председатели всех 56 ТОСов. Активные горожане вместе с Владимиром Волковым обсудили перспективы развития этих общественных структур. В частности, говорилось, что неопределенный правовой статус делает невозможным участие ТОСов в грантах и различных конкурсах. Между тем, это является большим стимулом для вовлечения населения в развитие территорий. Идей и проектов у активистов хватает. К примеру, в Тверицах проходит акция «Поделись мусором», направленная на раздельный сбор отходов. «На сдачу этого мусора мы мероприятия проводим праздничные. Там, например, благоустройством каким-то занимаемся, таким небольшим. То есть, в принципе, с мусором у нас достаточно активно. С каждым годом люди все больше и больше участвуют в нашей акции». По результатам круглого стола принята резолюция. На сайте «Инициатива-76» решено поместить раздел с проектами ТОСов, которые могли бы быть интересны грантодателям. Мэр Ярославля вручил новое удостоверение председателям, наделяющие их полномочиями помощников глав администрации. Владимир Волков предложил не останавливаться на достигнутом и продолжать взаимодействие с властью. «Любые инициативы, планы, которые будут вами озвучены, мы будем фиксировать, смотреть, где, как максимально эффективно и быстро можем помочь. Поэтому давайте в таком же режиме продолжать двигаться дальше». Ярославские девятиклассники сдают итоговое собеседование по русскому языку. Сегодня дополнительный срок. Итоговое собеседование обязательно без его прохождения не допустят до экзаменов. В регионе сегодня сдавали 349 учеников. Более 12 тысяч человек прошли. В основной срок – 10 февраля. Теперь сдавали, кто получил незачет – 96. Остальные пропустили по уважительной причине. В Ярославле сменился состав областной общественной палаты. 12 марта ее члены соберутся на первое заседание. Над чем предстоит работать, какие вопросы решать – об этом. И не только поговорим в четверг в программе «На повестке дня». Моим собеседником станет Сергей Соловьев, председатель общественной палаты Ярославской области. Не пропустите эфир на городском телеканале в 19.20 перед первыми информационными итогами дня. Теперь к спортивной части выпуска. В ней фристайл, хоккей, футбол, шашки. Ярославские фристайлисты завоевали медали на чемпионате мира. Турнир проходит в Казахстане. Он собрал более полусотни спортсменов из 10 стран. Сборная России в дисциплине акробатика состояла из ярославцев. Трое поднялись на пьедестал. Максим Буров завоевал золото, защитив титул чемпиона мира. Бронзу взял Павел Кротов. Любовь Никитина тоже заняла третье место, уступив спортсменкам из Австралии и Штатов. 11 марта наши будут участвовать в командных соревнованиях чемпионата. Локомотив вышел во второй раунд плей-офф. Накануне в домашнем матче ярославцы обыграли Йокерит 4-1. Железнодорожники тем самым одержали победу в четырех матчах подряд и в сухую завершили серию против финнов. Соперник команды Андрея Скобелки по второму раунду определится позже. Тогда же станут известны даты проведения игр, пока железнодорожники празднуют заслуженную победу. Ребят, всех с победой! Всех с победой, молодчики! Идем дальше! Хорошая серия, интересная. Играли против сильной команды, против сильной команды, конечно, немножко в каждой игре разные были сценарии, но тем не менее ребята молодцы и, в общем-то, справились с теми провокациями, которые были и, в общем-то, держали темп практически все периоды. Шесть безответных мячей забиты ворота черно-синих. Шинник проиграл Енисею. Матч 29-го тура ФНЛ прошел в Красноярске. Хозяева одержали сухую победу. Шинник по-прежнему остается на последней строчке турнирной таблицы. Следующую игру он проведет в воскресенье на малой арене Ярославского стадиона противник Нижний Новгород. Сегодня завершилось первенство России по русским шашкам. Напомню, в этом году сильнейшие со всей страны приезжали в Ярославль. По итогу в копилке наших шашистов четыре медали – золотая и три бронзовых. Лидер в молниеносной игре – 15-летний Кирилл Коробочкин. Соревнования проходили неделю. Более сотни спортсменов из 24 регионов состязались в молниеносной, быстрой и классической программах. Победители – возможные участники первенства Европы, которая состоится в мае. Морозы, которые сковали центральную Россию, по словам синоптиков, уже не аномальные, а супераномальные. Плюс высокое атмосферное давление. Но, судя по всему, это последние холода. Кратковременные. К выходным должно потеплеть. Погода, обещают метеорологи, вернется в норму и станет похожей на весеннюю. А что в Ярославле завтра? В эфире прогноз погоды в студии Алена Груздева. Здравствуйте. В прежние времена погоду в этот день определяли по ветру. Если ветер подует с юга или с юга запада, следует ждать скорого потепления. Каким будет в Ярославле четверг? Подробности через секунды. Магазин «Мода». Фирменная мужская и женская одежда, обувь и аксессуары. Уникальные и качественные бренды. Италии, Германии, Финляндии и России. Магазин «Мода». Советская, 64. Ночью в четверг в Ярославле переменная облачность, временами небольшой снег. Температура минус 24 градуса. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Днем в четверг в Ярославле небольшая облачность без осадков, температура минус 9 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду, влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Старт продаж квартир в ЖК Подсолнухи. Второе строение рядом с центром города. Успейте до повышения цен. Светлояр 2888-00. У меня о погоде все. С вами была Алена Груздева. Желаю вам отличного настроения в любую погоду. До свидания. Компания «Рокет Клининг» набирает бригаду профессиональных уборщиков. Гибкий график работы, возможность выхода на часы, своевременная достойная заработная плата. Телефон 8-920-100-29-54 Через мгновение на городском телеканале фильм «Интервью с убийцей». Не доверяй никому, ничего не чувствуй, никогда не проигрывай. Эти три правила помогли Виктору достичь вершины карьеры и стать элитным наемным убийцей. Но однажды те, кто обычно делал заказ ему, получили заказ на него. И Виктор вынужден бежать из страны. У меня все. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах городского телеканала во Вконтакте, в Фейсбуке и Инстаграме. В студии работал Илья Барабанов. Спасибо за внимание, хорошего вечера. И не забудьте, пожалуйста, включить телевизор завтра в это же время. Следите за новостями вместе с нами, и пусть будет больше приятных. Ну а в 10 утра встречаемся в Прайме на Ахит-ФМ. Счастливо!